Конференция «Последние достижения в архитектуре» была рассчитана на два дня. За этим названием четкая цель – осветить два фактора, которые лежат в основе проектирования. Это знание и владение технологией, профессией и одновременно творческая составляющая. Обычно конференции посвящены либо творчеству, либо каким-то технологическим особенностям. Данная же конференция учитывает оба этих фактора. Так как встреча была международной, ее участники были из разных стран и городов. Эта конференция, она, во-первых, для нас очень цена в плане том, что отрабатывает ту специфику, которую мы закладывали в идеологию нашего образования. Это практикоориентированное образование. Образование выстроено с тем, чтобы по результату наши студенты выходили в мир специалистами, готовыми к созидательному творчеству. Конференция обогащает новыми знаниями преподавательский состав, чтобы преподаватель не замыкался в рамках своей специализации, а более объемно и подробно представлял состояние отделов данной профессии. Обсуждались новые разработки и тенденции в архитектуре. Некоторые из последних особенностей включают применение аддитивных технологий при строительстве малоэтажных зданий. Ну, например, 3D-печати, которые пока существуют только как технологии, но требуют архитектурного дизайнерского осмысления, то есть придания этим зданиям неких особых и органичных этой технологии облика. Но при этом перед архитектором стоят и задачи более высокого порядка, так скажем, культурного порядка, формирования, собственно говоря, нашего уникального российского образа в архитектуре. Казанский федеральный университет дает возможность улучшать навыки и знания преподавателей, тем самым способствуя росту образовательного уровня в целом. Виктория Сухих, Александр Кузнецов, Универньюз.